Всем привет, ребята! Вы на канале Той Чой, и мы продолжаем играть в Секрет Генри. Мы очень поздно вышли. Уже ночь. Кажется, что пойдет дождь. Я так рада. Месье Навара был в восторге от нашей работы. Это потому, что мы хорошо поработали. До завтра, Генри. Хорошего вечера. Он уходит в противоположном моему направлении. Я направляюсь к автобусной остановке. Вокруг не души. Уже поздно. Все уже давно сидят по домам в тепле. Мой автобус приедет не раньше, чем через 15 минут. Дождь как из ведра, а я начинаю замерзать. Мимо меня проходит группа из трех парней. Они останавливаются. Не знаю почему, но у меня плохое предчувствие. Я одна. Уже ночь. Лучше и не придумаешь, Лайла. О, мадмузель. Они все, что ли, одинаково клеятся к девушкам. Эй, милашка. Кажется, ты одна? Да. Они сами задают себе вопросы и сами же отвечают на них. В кои-то веки я не осмеливаюсь играть в Вандерваммон, как говорит Клемон. Не, ну ты такая милая. Хочешь пойти с нами? Да, мы все вчетвером что-нибудь выпьем. Спасибо, но нет. Да ладно, пошли, мы хорошо развлечемся. Нет, я действительно не могу, меня ждут. Извините. Мне начинает по-настоящему становиться страшно. Самый высокий из троих угрожающе приближается ко мне. У него враждебный взгляд. Я реально чувствую себя в опасности. Пожалуй, пусть кто-то пройдет мимо. Все в порядке, не строй из себя святошу. Эй, я с тобой разговариваю. Да, могла хотя бы ответить. Это потому, что ты думаешь, что красивая, да? Ты случайно не одолжишь нам телефон? А то мы свой потеряли. Они смотрят друг на друга. Они дают мне ясно понять, что собираются обокрасть меня. Один из них хватает меня за руку и притягивает к себе. У меня автоматически срабатывает инстинкт самосохранения. У меня легко получается освободиться. Уроки боевых искусств хорошо отпечатались в моей голове. Я немедленно принимаю оборонительную позицию. Не, ты видел? Решила поиграть в Джеки Чана? Они смеются. Я не сдамся. Но проблема в том, что их трое, а я одна. Одному из них удается схватить меня посильнее. Я не могу пошевелиться. Бесполезно отбиваться. Они не двигаются. Отпустите меня! Все хорошо. Мы всего лишь хотим поговорить с тобой. Мне очень хочется пообщаться с тобой, красотка. Эй! Она не хочет с вами говорить. Отпустите ее. Генри! Я оборачиваюсь. Это он. Гнев искажает его лицо. Что тебе надо, очкастая харя? Отвали! Он все еще крепко держит мою руку. Меня не поняли? Я повторяю, отпустите ее. Ты нам мешаешь, понятно? Мы всего лишь хотели познакомиться с мадемуазелью. Так что убирайся. Дебилы. Какими же глупцами нужно быть, чтобы думать, что ей хочется познакомиться с вашей троицей? Я едва узнаю его голос. Он очень злится. Его одного тоже будет мало. Но я не знаю, что делать. Тот, кто меня держал, отпускает мою руку. Он хватает Генри за воротник его куртки. Но тот не двигается. Ты думаешь, что умнее всех, да? Генри. Парень толкает его к стене, все еще держа Генри за воротник. Он собирается ударить его кулаком. Перестаньте! Генри! Но Генри ловко уворачивается от удара, и рука моего обидчика врезается в бетонную стену позади него. А-а-а-а! Моя рука! Вот кретин! К Генри подбегает следующий парень. Но и на этот раз он уклоняется от нападающего. Его противник падает на землю в канавку. Я не верю своим глазам. Я прибью тебя, чувак! Генри сзади! Парень пытается ударить Генри, но у моего друга хорошая реакция. Атака в очередной раз оказывается безуспешной. Он теряет равновесие и распластывается на земле. Пойдем, я отвезу тебя. Он берет меня за руку, не дождавшись моего ответа. Мы с тебя шкуру сдерем! Генри отворачивается. Нет, я так не думаю. Вы все трое на земле, не искушайте меня. Пойдем, Лейла. Я позволяю ему отвезти меня к машине. Я все еще нахожусь в шоковом состоянии. И едва узнаю его. Мы промокли до нитки, дождь не пощадил нас. Меня колотит. Садись. Я повинуюсь. Мы устраиваемся в его машине. Он снимает свою промокшую куртку и бросает ее на заднее сиденье. Кажется, что он успокаивается и приходит в себя. По крайней мере, немножко. Он вздыхает. Он поворачивается ко мне, внезапно обеспокоившись. Все в порядке? Они ничего тебе не сделали? Нет. Когда я проезжал на машине, я увидел их. Я увидел тебя. Мне надо было проводить тебя. Было уже поздно. Какой я глупец. Он винил себя за то, что позволил мне возвращаться домой в одиночестве. Нет, Генри. Откуда тебе было знать? Я почти каждый вечер так возвращаюсь, и со мной ничего не случалось до этого момента. Я знаю, но все-таки... Я кладу ладонь на его промокшую руку. Спасибо. Он не отвечает мне. Он убирает свою руку, чтобы завести машину. Музыка включается автоматически. Звучит песня Джея. Он со злостью выключает проигрыватель. Тебе тоже не очень нравится, Джей, да? Я хоть как-то пытаюсь сменить тему. Мне абсолютно не хочется слушать это сейчас. Извини. Он спокойно ведет машину, несмотря на раздражение, которое отражается на его лице. Бой растрепал его прическу, такую идеальную в других обстоятельствах. По его волосам и лицу стекают капли воды. Он все красивее и красивее. Перед моими глазами другая сторона Генри. Интересно, осознает ли он, что он такой красивый мужчина? Ведь у меня больше нет в этом сомнений. Он неотразим. Я не могу оторвать от него взгляд. Я смотрю на его одежду. Она промокла. Я замечаю одну деталь. Это оптическая иллюзия или у него тело атлета? Мокрая футболка облегает его идеальное тело. Он поворачивает голову в мою сторону. В который раз мой взгляд не отличается скромностью. Все в порядке? Да. Я просто думала, где ты научился так драться. Ух, я хорошо выкрутилась. Не сказала же бы я ему, что он кажется мне неотразимым. Я не дрался. Но... Я всего лишь уворачивался. Ничего больше. Он играет словами. Я ничего не могу добавить. Он прав. Он не сделал ни одного удара. Однако, это ловкость. Меня не обманешь. Мы подъехали к моему дому. Генри останавливает машину. Генри, ты не хочешь зайти немного обсохнуть? Я могла бы одолжить тебе сухую одежду и предложить выпить что-нибудь горячее. Ты заболеешь, если поедешь в таком виде. Нет, спасибо. Генри, напоминаю тебе, что у тебя очень-очень слабое здоровье. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось по моей вине. Или чтобы ты снова пропустил уроки. Поэтому позволь мне помочь тебе. Это всего лишь сухая футболка и горячий шоколад. Ты же не откажешься? Или это так сложно? На этот раз злюсь я. Слабое здоровье? О чем это ты говоришь? Упс, я немного погорячилась. Не нужно было говорить ему об этом. Конфронтация. Генри тяжело болен? Но все указывает на то, что у тебя проблемы со здоровьем. Все что? Мне ужасно стыдно. Я не могу сказать ему о том, что мне известно. Лайла, все что? Слушаю тебя. Генри скрещивает руки, не отводя от меня глаз. Хотя я пытаюсь избегать его взгляда. Я чувствую, он не оставит меня в покое. Мне... Мне сказали, что ты остался на второй год. Потому что в прошлом году у тебя были проблемы со здоровьем. Что? Кто тебе это сказал? Энза? Да. С каких это пор ты веришь Энза? Энза получил эту информацию от другого человека. Хм... Да, он знал, что я остался на второй год. Кстати, мне интересно, откуда. Наверное, он познакомился с кем-то из моего прошлого лицея. От него ничто не может ускользнуть. Так и есть. Он казался тебе уверенным в том, что говорил? На самом деле, я поверила только наполовину. Однако, еще один человек подтвердил, что ты был болен в этот период. Ты даже пропустил что-то важное. Что конкретно? Генри не скрывает удивление. Йон, продавец видеоигр, сказал мне, что ты так сильно болел, что перестал ходить в его магазин и даже отказался от набора, который ты выиграл в лотерее. Да, ты хорошо осведомлена. Он прямо так и сказал, что я болел? Это бы удивило меня. Но он не использовал именно этот термин. Хм... И правда, он сказал... Что ты был похож на зомби. Это не одно и то же. Тогда что заставляет тебя думать, что я болен? Я прекрасно себя чувствую, Лайла. Со мной все в полном порядке. Ни одного? Тогда как ты объяснишь вот это? Ты рылась в моем компьютере? Конечно, нет. Это напоминание появилось, когда я читала то, что ты мне показал на своем экране. Ты сам попросил меня читать с твоего компьютера. Он вздыхает. Это был всего лишь анализ крови и прием у физиотерапевта. Это обычные плановые проверки. Они не делают из меня смертельно больного. Я всего лишь забочусь о своем здоровье. Кажется, что я не убедил тебя. Просто... Да. Послушай, Лайла, я не знаю, что ты видела или слышала. Но... Это либо сплетни, либо профилактические осмотры для поддержания формы. Я не вижу, что может убедить тебя в обратном. Но ты же принимаешь эти лекарства, не так ли? Я прочитала в интернете, что они используются в серьезных случаях. Он широко раскрывает глаза. Я не рылась. Они стояли на столе в твоей гостиной, и я нечаянно все опрокинула. Поэтому смогла посмотреть, что это за лекарство. Мои оправдания не помогают мне убедить его. На моем лбу мигает разноцветными огнями надпись «Любопытная Варвара». Он трет лицо руками в раздражении. Почему ты думаешь, что это были мои лекарства? Я корчусь, кусая губы. Представляю, что мадам инспектор нашла что-то еще. Мне очень хочется услышать продолжение. Я не знаю, что ты мне можешь еще предъявить. Как я сказал тебе, я хожу в школу каждый день. Я не пропустил ни одного урока. Может, я и пропустил несколько дней в начале года. Но, как видишь, все изменилось. Я гримасничаю и жду, когда меня отругают, как маленькую девочку. Только не говори мне, что ты рылась в сумке, мадам Казанулии. Я осмеливаюсь поднять на него глаза. Мне стыдно. Он очень рассержен. Нет, я бы не зашла так далеко. Как ты можешь такое предположить? Меня в тебе больше ничего не удивляет. Тогда объясни мне, как тебе попал в руки этот конфиденциальный документ? Я нашла его на учительском столе. Я не буду ему говорить, что я попросила помощи у своей подруги. Он всего лишь лежал на ее столе. Я не рылась. Мой лоб мигает еще сильнее. За тобой всегда последнее слово, не так ли? Мы заходим ко мне, но Генри остается стоять на пороге двери. Генри, я всего лишь хочу знать, все ли у тебя в порядке. Он вздыхает. На тебя чуть не напали несколько минут назад. И единственная вещь, которая тебя интересует, это мое состояние здоровья. Нет, я все еще в шоке от того, что произошло, но вопрос не в этом. Ты... ты мой друг, и я переживаю. Я в ужасе от мысли о том, что могу потерять людей, которых люблю. Я всегда говорю лишнее. Зачем менять привычки, не так ли, Лайла? То есть, я хочу сказать, моих друзей, мою семью? Лайла, я ничего не говорил, я в отличной форме. Лекарства, которые ты видела, принадлежат моему отцу. Он был госпитализирован и должен был пройти курс лечения. Но у него не было ничего серьезного. И нет, я не буду задерживаться на этой теме. Что касается этого освобождения от физкультуры, это тебя не касается? Я стыдливо опускаю глаза. Меня немного ранит то, что он так холодно говорит мне, что это меня не касается. Это не ускользает от него. Я уже много занимаюсь спортом, вне уроков. Я не хожу на уроки по физкультуре в лице и по семейным обстоятельствам. Мой отец, директор и я сам решили, что у меня нет необходимости посещать эти уроки. Я могу использовать это драгоценное время на то, чтобы... чтобы заниматься другими вещами. И вот он указывает мне, что он уже сказал мне слишком много и что я не узнаю больше. Тогда имею ли я право знать, почему ты остался на второй год? Ты определенно ни перед чем не остановишься. Извини. Я помогу тебе сэкономить время, чтобы тебе не пришлось опять везде рыться. Я поднимаю на него свои полные надежды глаза. Но знаешь, что ты действительно очень упертая. Да. Он не смог сдержать улыбку. Мой отец музыкант и аранжировщик. В прошлом году его пригласили за рубеж. Я поехал с ним, там я играл с ним, встречался с новыми людьми, с профессионалами и получил очень интересный опыт. Мы очень долго готовили эту поездку, сыной многих бессонных ночей. Я пожертвовал своим бакалавриатом, чтобы уехать на последние 4 месяца учебного года. Теперь ты знаешь все. Тогда обещай мне, что ты больше не будешь рыться в моих вещах и больше не будешь беспокоиться о моем здоровье. Да, я постараюсь. Хорошо. Спасибо, Генри. Пожалуйста. Ты теперь ты зайдешь и возьмешь сухую одежду? Предполагаю, что ты будешь стоять на своем. Ты же знаешь, что да. Он в конце концов улыбается мне, и мы заходим ко мне домой. Никого нет? Твоих родителей нет дома? Нет. Они на открытии их танцевального клуба. Мой брат готовит важное домашнее задание у друга. Ну, это значит, что они потратят большую часть времени на игры. Проходи. Иди в мою комнату. Я дам тебе сменную одежду. Я, Ройш, в своем шкафу и достаю старую футболку и спортивные брюки, которые мне отдал Алекс, так как он больше их не носил. Держи. Думаю, это тебе подойдет? Я сомневаюсь насчет брюк. Генри протягивает мне слишком маленькие для него брюки. Извини, наверное, они сели после стирки? Стой, я сейчас что-нибудь найду. Я убегаю в комнату брата в поисках подходящей для Генри одежды. Я наконец-то нахожу то, что может ему подойти. Надеюсь, что Алекс не будет на меня очень злиться за то, что я рылась в его вещах. Это было ради доброго дела. Вуаля! Я нашла э... Генри резко поворачивается. Он не ожидал, что я так быстро вернусь и начал раздеваться. Я стою, разинув рот. Он уже почти снял свою футболку с длинными рукавами и очки. То, что я увидела в машине, не было галлюцинацией. Его мокрая одежда не обманула, у него бесподобное тело. Па-па-пардон. Извини, эээ, я... Я не знала, что... А-а-а... Эээ, вот, я кладу сюда брюки и буду ждать тебя в гостиной. До скорого. Смущаясь, я кладу одежду на ближайшую тумбочку и быстро выхожу. Закрываю дверь и остановлюсь пунцовой. В растрепанных чувствах я падаю на диван. Мой мозг отказывается работать от такой эмоциональной нагрузки. Сначала мне снилось, что Генри собирался меня поцеловать. Потом на меня напали те три ужасных парня. Но, как настоящий рыцарь на белом коне, Генри пришел и спас меня. А после я теряю контроль над собой при виде его, обнаженного по пояс в моей комнате. Без очков. Без очков. Кажется, это другой человек. Он все красивее и красивее. Еще один Генри, который мне не знаком. Вынуждена признаться, я больше не могу закрывать на это глаза. Это уже так давно длится. Достаточно только увидеть, как реагирует мое сердце, когда я рядом с ним, или когда он смотрит на меня. Лайла? Да, я здесь. Он появляется в коридоре, держа в руках пакет с мокрой одеждой. На нем старые вещи Алекса. Тебе идет. Я улыбаюсь ему. Он улыбается мне в ответ. Генри нравится мне. Очень сильно. Это конец четвертой главы, и Лайла наконец признала, что Генри ей очень нравится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!